Заместитель председателя правительства России, куратор ПФО Дмитрий Чернышенко осматривает главный конвейер УАЗа. Эмоции только положительные, масштабы впечатляющие. Затем выставка машины тут есть чем удивить. Гвоздь программы – первый российский электрогрузомобиль EVM PRO. Глобально мы запускаем уже через 4 месяца полное судение автоматизированного производства электродвигателей. Главная цель визита на УАЗ – совещание по цифровизации. Обсудили и актуальные вопросы импортозамещения в разных отраслях промышленности. Сегодня Ульяновский автомобильный завод активно поставляет отечественное программное обеспечение. Предприятие играет большую роль в импортозамещении и импортоопережении. В направлении автомобилестроения, где мы переходим на российское программное обеспечение, одно из самых сейчас передовых, с точки зрения темпов, функциональной замещенности, отказа от иностранного программного обеспечения. И во многом здесь как раз компании коммерческие опираются на те кадры, которые готовят ваши университеты. Затем самая яркая часть программы – торжественное открытие года спорта трудовых коллективов в Ульяновской области. Под звуки барабанов Дмитрий Чернышенко вместе с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, легендарным хоккеистом и депутатом Госдумы Владиславом Третьяко запустили спортивный год. В регионе действует программа «Пятилетка спорта». 2021 год прошел под эгидой детского спорта. 2022 год стал годом студенческого спорта. 2023 – корпоративного. Мы ежегодно проводим в спорте киаду трудовых коллективов, как на муниципальных уровнях, так и региональные мероприятия. В целом спорт, если говорить на пятигруппных предприятиях, у нас созданы спортивные клубы. Если говорить конкретно о УАЗе, это и спортивная команда по мотоавтокроссу, которая уже многие-многие годы выступает и защищает честь нашего региона в социальных соревнованиях. У нас задача этого года – это создать на других предприятиях, помочь в создании, открытии спортивных клубов, помочь им материально-техническим образом и обязательно участвовать в мероприятиях, грантах федерального проекта трудовых резервов. Также Дмитрий Чернышенко посетил Ульяновский государственный университет и оценил работу молодых ученых. В «Волгоспорт-арене» открыл финальный этап первенства России по хоккею с мячом. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.